Продолжение следует... В моем варианте это, собственно, игра создать новый проект, который опять же будет создан с самого начала на базе Application.net Core, пусть он называется Autorization, ну пусть будет Facebook, наверное, Demo, потому что, чтобы не совпадали namespace-ы. И давайте я сделаю таким вот образом. Опять это будет empty, то есть пустой абсолютно проект. Я сейчас поудаляю все. Visual Studio установила уже все нужные зависимости. Давайте я сейчас, как и в прошлый раз, скопирую все необходимое. А давайте прямо вот так вот целиком. Так, ну и да, мне придется скопировать и остальные папки. И теперь мне нужно всего лишь навсего поменять namespace, и хорошо, что это отлично умеет делать ReSharper. Теоретически я сейчас должен сделать следующее. Это поставить проект как стартап. Ну да, и конечно же я опять не могу оставить EIS. Не знаю, на каком-то генном уровне вот он мне что-то как-то мешает. Давайте запустим. А, ну и для этого мне еще нужно сказать launch URL будет у нас home, нет, home slash index. И запятая, и Ctrl F5. Ну и как вы видите, у нас все то же самое. User 1, 2, 3, QE. Логин, да, работает. И в общем-то мы готовы начать. Итак, для начала давайте посмотрим на страницу логина. И у нас в ReStreet на этой странице есть информация про вход через форму. И вот здесь давайте наверху где-нибудь, давайте вот так вот как-то напишем H3. Login with external, наверное, вот. Ну пусть будет провайдер. И, собственно говоря, теперь нам нужно здесь создать форму, которая должна ввести на ASP. Мы создадим сейчас специальный кэкшен в контроллере админ. Давайте в контроллере админ создавать. Хотя это, наверное, не совсем правильно. Нужно какой-нибудь аккаунт контроллер создать. Но нам, чтобы сэкономить время, я пока не буду ничего создавать. То есть админ, экстернал, допустим, логин. Ну, не логин, давайте sign in. Так, этого метода у нас нет, поэтому давайте его создадим. Вообще, теоретически, нам нужно вот здесь сделать следующее. Мне нужно при подключении какой-либо провайдера в их можно получить список всех доступных провайдеров. Так как мы установили Microsoft Identity, в него существует возможность проверить, получить все вот эти вот подключенные провайдеры. И можно здесь их через, допустим, ForEach отобразить. Но для этого, конечно же, нужно добавить сюда эти самые провайдеры. Я сейчас покажу, как найти то, что сюда добавить. Мы переключимся для начала в админ контроллер. И для логин, да, ну, во-первых, давайте что-то здесь я не доделал. Login view model. Пусть у нас будет здесь return url равен return url. И еще мы тут добавим external providers. И вот здесь вот напишем external providers. И осталось нам только эти самые вот external провайдеры получить. var external providers. Взять их можно из отсюда. Есть у нас signin manager. Get external authentication schema. Так, это у нас isync. Значит, здесь у нас должно быть await. И сделаем task наш метод. И, в общем, возвращает он, как вы видите, out. Давайте я в 12 нажму. Да, хочу. У нас есть authentication схема. Вот ее-то, собственно говоря, мы и будем вот сюда создавать. Create property. Она автоматически создалась, зря копировала. Ну, в общем, вот эти вот external провайдеры мы будем перечислять на странице логин. И var provider in external... Ну, давайте напишем так. А, ну да. Нет, почему? У нас есть model.externalProviders. И теперь нам нужно здесь их указать. Ну, пусть будет button. Давайте пока просто перечислим. Ой, я неправильно написал. Сейчас исправим, секундочку. И напишем здесь вот так вот. Provider. У него есть display name. Отлично. То, что нам нужно. Ну, и сейчас, если запустить... Ага, у нас еще пока нету странички. Ну, ладно, неважно. Сейчас, если мы запустим, у нас экстерных провайдеров, вот, как вы видите, ничего нет. Абсолютно пусто. И для того, чтобы там что-то получилось, нужно, соответственно, в эту штуку установить. И для этого нужно пойти... Нет, не сюда. Конечно же, не сюда. Нужно пойти вот сюда, в Nuget Package Manager. И найти здесь... Ну, не здесь, а вот здесь. MicroSoft ASP.NET Core Authentication Facebook. Да, вот этот вот. Authentication, да. Authentication. Поставить этот, в общем-то, Nuget Package. Так, установлен. Отлично. Можно закрывать. Это нам пока не нужно. И, соответственно, теперь его нужно после подключения настроить. Для этого мы идем в Startup. И добавляем... Ну, давайте вот здесь добавим. Нам нужно Services. Add Authentication. И здесь нужно добавить addFacebook. Это расширение появилось после того, как мы поставили этот Nuget Package. Ну, и, соответственно, его нужно проконфигурировать, потому что это все не так просто, как кажется. Для этого нужно указать конфиг секрет, конфиг apid. И тут уже появляется... Ой, конечно же, здесь не так должно быть, а вот так. А вот здесь вот так. Нет, здесь все правильно. А здесь все правильно. Ну, давайте я сделаю немножечко по-другому. Я сделаю их... Вот эти настройки. Пусть они лежат здесь. Давайте с запятая. И я так вот создаю. Authentication. Пусть будет Authentication. Здесь напишем Facebook. Нет, давайте правильно напишем. Вот. И здесь вот так вот напишу. App ID. И AppSecret. И, в общем, теперь мне нужно здесь сделать... Ну, давайте сделаем вот таким вот образом. Я в стартапе создам конструктор. В конструктор запихну iConfiguration. iConfiguration пусть называется. Вы не поверите. Конфигuration. Создам ритон для свойства. И вот этот вот конфигuration. Вот сюда вот таким вот образом подставлю. И здесь заберу только ключи. Ну, и как вы понимаете, я сюда вот эти вот ключи спроецирую. Authentication, двоеточие, Facebook, Ctrl-V. И что там было? AppID я сделал. И, соответственно, ну, второе будет то же самое. Прошу прощения за мой копипаст. Так. И AppSecret. Ну, и теперь пришло время... Пришло время сходить на тот самый Facebook. Давайте сходим на Facebook. Вернее, мы даже пойдем в Developer от Facebook. Мои приложения. У меня их нету. Давайте я его создам. Здесь отображаемое имя. Пусть будет... А вот у меня уже тут есть. Authentication. Давайте. Демо вот так вот назовем. Подтвердим, что мы не роботаем. Ну, и теперь Facebook на самом деле представляет очень много возможностей. В том числе и самые даже... Не знаю зачем. В общем, их много. Мы будем использовать вход через Facebook. Давайте я вот его вот так вот настроить нажму. Мне нужно использовать Web. URL вашего сайта. Ну, давайте... Вот. У меня уже подстановлен 5000-й. Потому что... Сейчас я покажу, откуда я его взял. Я его взял вот отсюда. Дебаг. HTTPS. Вот, 5000. Ну, и, соответственно, раз сюда нужно подставить адрес. Давайте нажмем продолжить. Здесь идет настройка для JavaScript. Нам так, с счастью или, к сожалению, не нужно. Я переключусь в настройки. В настройках все стоит по умолчанию. И нам здесь, теоретически, ничего менять не нужно. Кроме того, что вот здесь нужно написать один адрес. Упс. Этот адрес, он вшит в библиотеку. Теоретически, вы можете его перенастроить через настройки. Но я буду использовать адрес по умолчанию. HTTPS. Два и точь, два слэша, локал хост. Ну, это адрес нашего сайта. Два и точь, пять тысяч, один слэш и сайн. Ин в фейсбук. Локал хост. Да, вот так вот. Ну, и мне нужно единственное, что сделать. Сохранение. И, смотрите. ID приложения я могу взять вот отсюда. вам нажмите чтобы скопировать удобно придумали и дальше я это пропишу вот здесь ну и я также сейчас покажу где и вставлю сюда секрет секрет у нас находится в настройках основное вот показать секрет но я от вас это скрою ну и когда коммитить буду естественно его и изменю или удалю неважно на самом деле как бы это вы сами все сможете сделать а сейчас у нас есть уже некоторые настройки для того чтобы посмотреть если у нас external провайдеры и так для этого нам нужно сделать что правильно нам нужно зайти в логин и вот эти вот external провайдеры давайте нажмите бряку и запустим и проверим нет у нас тут что-то красненьким горит наверное это на юай ошибочка на сервер запустился нажимаем логин вот у нас пришли external провайдеры но и как вы можете видеть у нас пришла одна схема ту к которому подключили называется на facebook я нажимаю continue и на форме появилась кнопка как вы помните она пока бездействует но вот следующая задача нам ее превратить в реально действующую кнопку которая сделает редирект на facebook авторизуется вернет обратно и трава-трава но и это дальше будем делать давайте для начала переименуем этот и создадим его external login пусть называется я даже сейчас скопирую перейду сюда но вот на самом деле я сделал здесь авторайс атрибут и все остальные которые слога с логином будут связаны и в том числе external они должны быть помечены атрибутом я так вот делаю control д это дублировать чтобы в буфере обмена остался меня external login здесь у меня должен быть стринг название название выбранного провайдера провайдер пусть будет называться провайдер стринг ритуал давайте пока вернем ритуал ну пусть будет view хотя у нас его и его тоже нету ну ладно неважно вот и теперь вернемся на форму и закончим ее отлично теперь sp как вы видите преморк любезно предоставил road url снова название мне осталось только сюда вставить model . ритурн url прошу прощения и здесь не нужно сделать соответственно кнопку которая будет ну во первых она должна иметь type submit дальше name не должен быть провайдер провайдер и велью соответственно должно быть ну видимо провайдер точка name потому что дисплей name от name а может отличаться ну и в общем теперь давайте я поставлю здесь бряку и мы посмотрим что нужные параметры приходят ко мне на в контроллер отлично переходим в зону логина нажимаем facebook смотрим провайдер пришел и return url пришел отлично теперь следующим этапом нужно сделать следующее нужно подготовить ну во первых здесь должно быть у нас charge ой ч 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 и сюда как вы видите нужно добавить дополнительные параметры я их так и назову про перкис и запятая мне нужна схема но схема это у нас провайдер выбрали провайдер и у нас этот теперь мне нужно создать соответственно вот эти вот property ну вернее давайте не так покажу я сейчас покажу что такое челлендж и тогда будет может быть немножечко понятно смотрите он создает рекой резалт вернее вызывает специальный метод аутентификации по вызванной теме схеме то есть мы выбрали провайдер и она должна дернуть там где-то внутри то есть если хотите вот так вот вот f12 то видно что это вложено в фреймворк ну в шаблон спадут netcore mvc и собственно говоря опять уже все за нас придумали но и в общем-то я сюда добавлю property сюда добавлю давайте вот так вот сделаем war new а нет давайте будем использовать правильно мы будем использовать цены менеджер и будем да вот у нас есть external authentication property мы сюда должны провайдер передач и redirect url но вот кстати по поводу redirect url тут немножечко есть вопросы но потому что мы здесь не подставили return url а нам нужно все-таки как вы видите redirect url давайте этот redirect url создадим redirect давайте так вот war redirect url у нас будет формирован action здесь у нас должно быть так сейчас один момент сейчас я подставлю сюда redirect url то есть нам нужен redirect url ну давайте сначала что такое redirect tool смотрите это тот url после на который вернет нас система но провайдера да то есть в данном случае провайдера фейсбука после того как пользователь будет проверен он должен куда-то вернуть нас нам и это должен быть не логин то есть это должен быть какой-то новый да я вот такой сделать давайте я сейчас сначала создан пусть это будет public action result x external login call back вот какой то вот такой вот url тоже будет полу анонимус и вот в этот вот url вот в этот вот метод нам должен вернуть наш этот фейсбук непосредственно после того как пройдет а валидная авторизация ну или собственно не пройдет это что называется метод дальше у нас здесь есть админ это же мы сейчас контроллере админ , и value а ну и value будет new как раз тот самый return url вот теперь смотрите у нас уже в принципе все готово единственное что нам наверное сюда нужно добавить некоторое количество параметров но вернее на самом деле нам потребуется тот же самый return url давайте его сюда добавлю сразу ой return url вот а здесь я сейчас скажу чтобы она пока возвращала окей вот так вот но суть в том что нам нужно посмотреть что пришло с провайдера var info равно sign in manager get info код get login info async ну и раз у нас async соответственно await и попросим resharper добавить async task отлично и будем проверять если инфо если инфо от провайдера да что такое не получается набрать равно нул значит мы ничего не получили провайдер не авторизовал мы так делаем return redirect to action но пусть будет логин ну в общем более можно нюансы там всякие обработать я хочу вот так сделать и собственно говоря давайте запустим и проверим что это работает ну или не работает так я нажимаем на вход нажимаю баттон у меня пришло давайте посмотрим что у нас сформировалась f5 у нас property пришли и все я тогда эту штуку отпускаю и не трудно догадаться что сейчас должен показаться facebook ну и как вы видите он все таки пришел меня он определил потому что я уже логинился я нажимаю продолжить как сергей и собственно говоря вот что я хотел показать но во первых смотрите я нажимаю в 10 info и вот это вот это мы получили соответственно уже непосредственно от фейсбука от провайдера фейсбука мы получили принципов мы получили identity ну и собственно эти самые клаймы вот их количество валяется некоторые здесь и самое интересное что я хотел бы показать это то что у нас вот давайте сейчас вот здесь это в 10 и вот здесь на cookies и увидим мы не увидим фейсбук не увидим но в общем external callback у нас ну понятное дело что он немножечко не отработал но я просто хотел показать и я сейчас это все равно покажу ну до этого мне придется остановить проект и немножечко здесь дописать во первых давайте тогда сделаем пока вот так вот если у нас пришел пользователь то тогда нам нужно сделать следующее нам нужно этого пользователя сделать ему сайны но в общем где-то сделать как вот такой вот метод есть external login и здесь мы вот как раз из этого инфо external login сайны то есть это как раз авторизует пользователя при помощи удаленного провайдера в нашей системе прописывая специальный там в общем специальные специальности если хотите и вот мы здесь должны поставить провайдер инфо дальше инфо ну здесь есть провайдер кей понятно из персистан давайте я поставлю фоллс ну а вы там уже сами придумайте байпасту фактор тоже поставил фоллс и как вы видите это должно быть эм 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 эйд и давайте посмотрим что эту штуку возвращает она возвращает до сайны и не залт и я тогда должен написать вар нет я должен написать вар резалт равно и теперь я должен проверить есть ли резалт саксист саксидит если правильно выражаться тогда я должен ну теоретически я должен сохранить пользователя в нашей базе данных то есть то есть мне нужно еще создать одну страничку которая будет принимает ну давайте такое назовем реджист экстернал си шарп хтмл нет что-то много написал си шарп . хтмл экстернал да вот такую штуку и теоретически она будет очень похожа я что все-таки промахнулся си ну конечно си шарп хтмл да теоретически она будет он сильно похожи на вот эту страничку я даже вот так вот скопирую и здесь и сделаю вот такую штуку и собственно здесь мне потребуется еще один где модул давайте я нажму в 12 скопирует этот вот и модал опять же прошу прощения за копипасты здесь мы сделаем его название будет экстернал логин в модом не потребуется не паспорт уже не потребуется ретурн ура потребуется провайдер уже не потребуется и соответственно я им хочу сказать иди на то место где тот и скопировать и забрать его форму вот это вот мне нужно здесь сказать моду вот такой здесь мне паспорт не потребуется мне потребуется юзерным и ну или допустим сейф юзер дата пусть будет сейф не будем ничего выдумывать вот и таким образом получается мне нужно передиректить пользователя чтобы он подтвердил свою как-то не квалификация свое имя которое будет записано в базу данных ну наверное я должен немножечко объяснить смотрите когда у нас экстерна логин сайт работают метод вот этот вот то на самом деле это на самом деле получается что еще до конца логирования не произошло то есть как то атентификация да она будет здесь оксид только тогда когда у пользователя в нашем ну то есть в нашей базе в текущей на нашем сайте уже существует его профиль и логин его удаленного сайта сопоставлен с местным логином и поэтому здесь вот оксиды не сработает но для того чтобы он сработал мне нужно сделать вот как раз то что я говорил о ритуре дри передиректу экшен и так я как-то форму назвал регистр экстерна да да я назвал и регистр ну давайте этот метод создадим для начала public ой action result регистр экстернал вот такой вот штука соответственно сюда должен прийти экстерна логин в нем нет экстерна логин view молодого пусть он тоже называется модал и я пока нажму мари тур на view и соответственно этот модул отправлю туда то есть это как раз та форма которая покажет выбрать имя пользователя но мы будем пользователю предоставлять название да то есть имя его из тех из тех данных которые пришли при удаленном регистрации я сейчас скажу что я хочу экст регистр экстернал и хочу еще немножечко отправить вот этот самый экстерна логин view model с некоторыми параметрами и в чем давайте лишние скобки убил и в частности return url как вы понимаете return url в общем таким лет мотивом тянется этот return url протягивается по всем запросам и юзерным но смотрите у меня уже есть инфо в этом инфо есть имя пользователя вернее принципа в этого принципа есть клаймы но я не буду сейчас по ним копошиться я скажу файл ферст вылю и ферст вылю клайма давайте так вот клайм стайп и пусть будет ней здесь мы получим и имя пользователя ну в моем случае это будет колобон сергей колобонга но так как давайте давайте пока я пущу хотя это конечно будет важно давайте здесь бряку поставлю и и его 10 бряку поставлю и запущу я нажимаю логин я нажимаю facebook facebook меня нашел авторизовал я пришел тот самый резалт который говорил что он с первого раза не придется оксидит соответственно фолз и я делаю redirect на ту самую форму есть кстати principal и identity и если хотите вот здесь вот name вот колобонга сергей я нажимаю ok и мы оказываемся на форме но вернее почти что оказываемся на форме сейчас что-то не срослось давайте посмотрим что ну да случилось именно то о чем я предупреждал где-то в самом начале из-за того что мне нет атрибута алоу она наймус ну смысле меня пользователь пытается сюда redirect нас а он опять попадает цикл потому что сюда попасть нельзя давайте еще раз запустим давайте попробуем еще раз фейсбук redirect так попали давайте отсюда выбряк уберем отлично но в общем то собственно получилось да теперь нужно сюда давайте я сейчас нажму сэйв но у нас ничего не произойдет потому что у нас нет такой формы давайте допишем и в общем для того чтобы это было немножечко покрасивее давайте здесь добавим какой-нибудь х 1 пусть это будет external нет все таки давайте будет это external registration ну как то так но и по нажатию кнопки login мы должны тоже выйти на external нет регистр external метод пост и мы должны после его пользователь подтвердил имя свое мы должны его сохранить для этого у нас этот метод занят мы должны для формы сделать метод который будет уже х ттп пост давайте здесь назовем к он фирмит ой много написал буков соответственно здесь тогда нужно будет написать action name мы ставим регистр давайте я так скопирую ставлю вот и здесь собственно говоря давайте теперь поставим бряку и еще раз запустим логин facebook колобонга ну давайте напишу колобонга дело в том что имя пользователя должно быть там ограничение на количество вернее на символы пробелы не нужны нужно легко подменить и английская поэтому я просто напишу колобонга и соответственно вот мне пришел юзернейм админ и теперь будем делать дальше дальше у нас следующее так как у нас метод является открытым давайте сделать такую штуку вар инфо но в общем нужно проверить да что сайменеджер имеет гет логин инфо то есть что у нас пользователь был все-таки на фейсбуке ну или неважно любом другом провайдере и что он был зарегистрирован и прописан ну то есть что мы получи пришли сюда ведь после редиректа здесь напишем и бэйт контрол кей контрол д попросим шарпер добавить из синг хорошо теперь мы скажем если инфо равно ну тогда сделаем ритурн редирект ту экшен ну давайте сделаем нет логин ну потому что сами понимаете не надо лохматить бабушку вот ну и после того как у нас пользователь пришел подтвержден нам нужно его записать в нашу базу но даже не столько записать сколько добавить к нашему пользователю информацию о том что он залогинился на другом сайте эту операцию мы уже делали это было где то вот здесь вот таким вот образом создавали пользователя давайте скопируем лишние буковки уберем они нам не нужны сохранить вот и теоретически мне здесь нужно сделать то же самое я могу сделать это вот таким вот способом удалим вот это добавим и сюда нам нужно добавить юзерный ну ага видимо у нас конструктора нету добавьте добавим конструктор нам это несложно это очень просто пусть будет конструктор по умолчанию и еще добавим конструктор который будет наследником от бейс которого внутри будет юзерный вот и сюда соответственно стринг юзер теперь у нас появился конструктор я его сохраняю так и теперь юзер менеджер здесь мне нужно поставить палочку убрать соответственно убрать await и написать просто await так нам пароль здесь не нужно потому что пользователь уже там все пароли какие нужно поводил ну и в общем когда у нас пользователь зарегистрированный давайте ему сразу добавим клеймы ну пусть он будет администратор а тут конечно ваша бизнес логика и вам ее вам снижить если хотите wait пользователь клаймы добавляет что возвращает identity давайте проверим var клеймс клеймс резалт да пусть будет резалт вот таким вот образом ой ну зачем же так то давайте его напишем в большой буквы и здесь напишем и в клеймс ой клеймс резалт саксидит тогда тогда так что нам нужно ну теоретически нам нужно добавить к пользователю синг менеджер ой стоп нам нужен юзер маны менеджер эд логинс вот этот вот и здесь мы говорим какому пользователю и что добавить логин инфо собственно говоря вот то что у нас пришло и как вы видите она у нас по моему ничего не возвращает сейчас проверим что лишнее ой стоп 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 это нет identity result var identity result опять с маленькой буквы почему-то result равен так он у нас тоже и синг значит должен быть await и теперь если identity result succeed ну тогда нам нужно пользователя залогинить для этого нужно использовать опять sign in менеджер и здесь уже соответственно sign in мы должны дать сюда юзера и по-моему ну ну да просто юзера и false ну это в общем то уже такие и все и да естественно await и по-моему ничего не возвращает да это ничего не возвращает ну и смотрите давайте еще пробежимся немножечко по так называемом pipeline смотрите у нас есть логин мы заходим на эту форму там есть кнопка которая называется external provider мы ее нажимаем попадаем в этот метод где выбираем провайдер записываем return URL куда нужно собственно говоря нам вернуть пользователя мы формируем специальный redirect из при использовании специальных инструментов да и делаем челлендж который дергает тот провайдер на который мы выбрали и в этом челлендже и в этом вот redirect URL мы показываем external login callback который должен нам вернуться от удаленного identity провайдера ну в данном случае фейсбука когда у нас пользователь залогинился нажал все кнопки accept или там принять неважно он redirect в этот callback и собственно здесь у нас появляется возможность получить информацию которую мы получили из этого identity сервера то есть клаймы приходят вот здесь и это уже клаймы которые лежат в фейсбуке собственно говоря в настройках вот этого вот провайдера на удаленном сайте вернее на фейсбуке можно сказать какие там отправлять какие разрешать то есть email birthday друзья пользователи в общем такая штука по умолчанию количество ограничено вы их видели и в общем если пользователь не пришел мы перекидываем на логин а если пришел начинаем создавать ему ну то есть мы пытаемся его зарегистрировать в системе и после того как он залогинился мы проверили что такой провайдер действительно существует то есть пользователь уже заводил свое имя его логин текущий как это сказать смаклин склеен с тем который был на фейсбуке он переходит сюда но пока мы сюда не переходим мы просто проверили аутентификацию пользователя и соответственно определили что его нету и тогда отправляем его на страничку где мы регистрируем его подставляя данные полученные из этого клайма из этих клаймов которые пришли из принципов которые пришли из фейсбука мы принимаем вот этот вот открываем форму где пользователь вводит свое имя и после этого нажимает сейф мы получаем снова данные для которые пришли с фейсбука проверяем что у нас пользователь нормальный то есть не псих все нормально пришел пришел нормальный у него есть все данные и мы его если бы он не пришел мы его вводили директную и опять на логин но так как он пришел мы должны этого пользователя уже с этим именем создать соответственно мы должны его в случае успеха мы должны его добавить клаймы ну это опять же чтобы было данные о том что пользователь администратор в противном случае он просто не попадет на те странички которые были описаны в предыдущем видео если кстати интересно что можете посмотреть ну и в общем когда клаймы добавлены мы можем добавить логин тот самый который пользователь будет связан external так называемый логин здесь кстати так и написано добавляет external логин на основании логин user info и после того когда логин примаплен к пользовательскому профилю мы из пользователя снова заводим в систему то есть делаем sign-in менеджер и в общем то отсюда процесс выходит ну и в общем давайте проверим что у нас пользователь первый раз попадает вот сюда потому что он не залогиненный а второй раз когда выходит и заходит еще сохранилось и соответственно он уже попадет вот в этот breakpoint а здесь собственно мы должны просто сделать редирект админный ну сейчас допишем я нажимаю facebook мы попали как я и говорил в этот external регистрацию нажимаем дальше я здесь вожу допустим слово колобонга нажимая success и пользователь у меня никуда не редиректнулся видимо давайте эту штуку поправим потому что когда мы залогинились мы должны редиректнуть пользователя ну допустим на админ да это что у нас администратор редирект экшн индекс пусть будет индекс у нас здесь индекс он уже защищен защищен сейчас проверим защищен ли индекс да он защищен потому что вторая стоит ну и давайте раз уж я начал править здесь делаем то же самое вот здесь давайте запустим еще раз я напоминаю что база у нас создается каждый раз при старте приложения поэтому пользователь грубо говоря заново регистрируется в противном случае мы бы просто проходили сразу на второй этап у нас фейсбук уже наверное устало аутентифицировать вот сергей колобонга здрасьте это я отлично как вы видите мы попали на security zone и так как у нас уже есть все разрешения мы можем по ним ходить ну и в общем то прикола ради давайте выйдем и заново зайдем как вы видите снова пошел facebook снова пришел но только бряк уже не попала в метод external а попала сразу на индекс и я сейчас сниму бряки и запущу приложение в общем как вы понимаете я заавторизовался на фейсбуке давайте я это сделаю еще раз форма не выпадает логина пароля то есть вот собственно говоря здрасьте я зарегистрировался ну и на этом наверное все будут вопросы пишите следующим этапом наверняка мы уже будем использовать identity сервер потому что он работает по такому же принципу по такому же принципу как его допустим facebook или там twitter или еще все там вконтакте такие же там серверы авторизации и мы будем писать свой сервис авторизации и по такому же принципу авторизоваться на этом все всего доброго ставьте лайки пишите деньги посылки или что там все пока 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 и